В ожидании наградного листа отца Людмила Сушкова, дочь эксглавы Владимирского исполкома, ведет переписку с военкоматом уже несколько лет. В 1942-м Тихон Степанович командовал взводом связи. В бою получил серьезное ранение, но выполнил свой долг. За это был награжден орденом Красной Звезды, но найденный в 70-е годы документ с описанием его подвига, сейчас сведения Минобороны. С просьбой вернуть наградной лист семье Людмила Тихоновна обратилась к губернатору Владимиру Сипягину. Надо на контроль просто будет взять и все. Потому что это подвиг того человека, который столько сделал для Владимирской области. Другая просьба – сохранить лесопитомник имени Тихона Сушкова, а ранее Флора в Суздале. Когда-то он процветал, но сейчас в плачевном состоянии. Мне все-таки хотелось, чтобы этот лесопитомник все-таки служил людям, продолжал свою жизнь, а не вот так развалился на какие-то там части, кусочки и все пропало. Дело отца должно жить и, как оказалось, будет. Департамент лесного хозяйства переведет в питомник Суздальское лесничество. В административных зданиях сделают ремонт, займутся и развитием хозяйства. Мы сейчас прорабатываем вопрос вместе с курирующим вице-губернатором. Вот Владимир Владимирович в прошлой четверг докладывали, что мы хотим один из наших питомников государственных сдать в концессию, то есть он останется государственным, никуда это там не акционеризируется, будет инвестор, будет банк с заемными средствами, чтобы на базе построить современный лесной селекционно-семеноводческий центр. С вопросом, когда на прием к губернатору пришел житель села Киба Суздальского района. С 2013 года люди просят сделать дорогу на улице Верхнее. Та, что есть весной и осенью, превращается в болото, а местные власти только кормят обещаниями. Даже по принципу три года обещанного ждут уже не проходит. Поэтому большая просьба, что-то чем-то как-то нам посадить, в этом вопросе. Ситуация непростая. Дорога длиной меньше километра. Покрыть ее щебенкой стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей. В Суздальском дорожном фонде таких денег нет. При этом в селе строятся новые дома, и щебенку спецтехника разобьет за недели. Так что проблему еще предстоит обсудить со специалистами. У жителя Мурома своя просьба. В 2015-м его многодетная семья получила землю под строительство. Дом удалось построить, а вот коммуникации до сих пор нет. До сих пор у нас ни газа, ни света, ни воды. Дом стоит два года уже. Там микрорайон в этом будет 90 домов для многодетных. Сначала 70 было, потом они еще 20 добавили. Если местные власти успеют подать документы в департамент строительства, то коммуникации проложат по областной программе. 90% суммы выделит региональная казна. В таком случае свет, вода и газ будут уже через год. Все вопросы Владимир Сипягин взял под личный контроль. Пришедшие на личный прием люди получат ответы со сроками решения их проблем. Кстати, встречи с населением глава региона проводят ежемесячно. Екатерина Зинурова, Дмитрий Шаталов, Куберния 33.